МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока в студии Максим Дудников. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. В поддержку талантов миллион рублей на развитие получил Владивостокский городской дворец детского творчества на условиях конкурса. Для школьников города Владивостока все программы бесплатны. Атака паразитов. Жителям дома по улице Шепеткова не дают покоя блохи. Мы просто не знаем, как дальше жить. Вот честное слово. Вот честное слово. Говорю, а просто заели блохи. Я вам сейчас показала. Абстракции фотографии. Приморской картиной галереи в рамках выставки фотографий Елены Захцер обсудили новые технологии современного искусства. Выставка позволяет посетителю вот такой диалог выстроить с самим собой. Также в выпуске. В Приморье возбуждено уголовное дело о незаконном обороте дериватов особо ценных животных. И еще расскажем. Пингвины Гумбольда окончательно освоились в Приморском океанариуме. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Планируемый уход аэрофлота с Дальнего Востока будет обсуждаться в Приморье. Эта тема будет поднята на совещании с помощником президента России Игорем Левитиным накануне ВЭФ. Напомним, компания Аэрофлот собирается отдать большую часть рейсов по фиксированным тарифам на Дальний Восток в Калининград и Симферополь своей дочке авиакомпании «Россия». Несмотря на то, что Россия входит в группу Аэрофлот, пассажиров ждут совсем другие условия полета и масса неудобств. Изменения вступают в силу 28 октября. Рейсы, переданные России, будут обслуживаться в аэропорту Шереметьево. Полеты России по всем указанным направлениям из Внуково будут прекращены. Рейсы Аэрофлота пока сохранятся из Москвы в Владивосток и обратно, предположительно, до весны. Напомним, сегодня по маршруту Владивосток-Москва компания Аэрофлот выполняет два рейса ежедневно. Еще один рейс в день делает авиакомпания «Россия». При этом сами пассажиры считают, что летать Аэрофлотом комфортнее. Самолеты прибывают в Шереметьево, а не во Внуково, куда летает Россия. А также отличается качество сервиса. Впрочем, рокировка принесет пассажирам немало других неудобств. В первую очередь это связано с повышением цены. Если сейчас билеты по плоским тарифам на Дальний Восток у Аэрофлота можно купить за 13 200 рублей в одну сторону и за 22 000 туда-обратно, то после вступления изменений в силу билеты подорожают до 15 000 и 25 000 соответственно. Кроме того, у дальневосточников практически не будет альтернативы. Добраться в большую часть регионов на Дальнем Востоке можно будет только с пересадкой. Тем временем поступают новости от соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Полное разминирование демилитаризированной зоны, разделяющей КНДР и Республику Корея, займет около 200 лет. Об этом заявил представитель сухопутных войск Южной Кореи, передает ТАСС. По словам военного, даже если к разминированию будут привлечены все имеющиеся в Южной Корее инженерные подразделения, при нынешнем уровне технологии процесс невозможно будет завершить быстрее, чем за два столетия. По различным оценкам, с 1953 года по настоящий момент там было заложено более двух миллионов противопехотных и противотанковых мин. Проблема усугубляется тем, что многие карты минных полей были утеряны. Кроме того, наводнения и сильные дожди ежегодно приводят к перемещению мин, поэтому точное расположение большинства из них неизвестно. Поэтому в случае ликвидации демилитаризированной зоны саперам придется обследовать буквально каждый сантиметр этой территории. Напомним, демилитаризированная зона представляет собой нейтральную полосу между двумя Кореями длиной 241 километр и шириной 4 километра. А тем временем суда из КНДР и Южной Кореи, которые, к слову, вместе укрывались у берегов Приморья от Тайфуна Джеби, начали покидать пограничное пространство Российской Федерации. Накануне в бухтах на севере Приморья от шторма укрылись около 300 судов Ишхун КНДР и Республики Корея. Согласно нормам международного права, иностранные суда имеют право вынужденного захода в территориальное море, внутренние морские воды и морские порты другого государства для укрытия от непогоды. Напомним, в конце августа во время прохождения тайфуна Соулик у берегов Приморья были спасены около 70 иностранных рыбаков, попавших в шторм. Однако, как оказалось, не всем удалось благополучно пережить стихию. Так, сотрудники правоохранительных органов края проводят проверку по факту гибели двух северокорейских рыбаков, чьи тела были обнаружены на острове Попова. Трупы иностранцев обнаружили местные жители, которые и сообщили об этом спасателям. А накануне сотрудники полиции при помощи спасателей забрали труп рыбака из КНДР, который обнаружили на острове Рейники. Следственными органами МВД России в Приморье возбуждено уголовное дело о незаконном обороте дериватов особо ценных животных. В городе Артеме полицейские остановили автомобиль одной из таксомоторных компаний, при осмотре которого в багажнике была обнаружена шкура амурского тигра. Пассажирка такси пояснила, что данную коробку ей передал знакомый во Владивостоке. Экологический ущерб, причиненный государству в результате убийства краснокнижного животного, превысил 1 миллион рублей. Задержаны 44-летняя местная жительница и 55-летний житель города Владивостока, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов и соучастников. Во Владивостоке продолжается борьба с незаконными торговыми объектами. Всю неделю специалисты администрации города работали на Русском острове. Были демонтированы незаконные объекты в бухте Охлёстышева и бухте Парис. Отсюда было вывезено холодильное оборудование и демонтировано помещение, где торговали продуктами питания. Все подробности расскажем в нашем следующем сюжете. Киоски, гаражи и контейнеры отправляются на склад. А всё потому, что их пребывание на побережье в бухте Парис было незаконным. Подобной участи ждут ещё 58 торговых точек, летних домиков и беседок. Сегодня происходит демонтаж незаконно установленных объектов. То есть мы провели работы по выявлению этих объектов, подали наши акты на комиссию. Комиссия по демонтажу незаконно установленных объектов приняла решение о сносе, то есть демонтаже. Ну, сегодня проходят работы. До настоящего времени добровольные объекты были не убраны, поэтому силами СГТ, полиции, четвёртый отдел здесь у нас, ну и то самое, мы присутствуем при этой процедуре. Я не нарушал вообще, я его купил на месте, я вообще не нарушал. Объекты будут ждать своих владельцев на площадке временного хранения. Однако, прежде чем вернуть добро, собственникам придётся заплатить штраф в размере затраченных администрации на демонтаж сооружений и средств. Кстати, в этом году тариф за демонтаж торгового оборудования увеличился в 48 раз и составляет 9159 рублей вместо 187 рублей. Сегодня большую часть доходов городского бюджета составляют платежи по налогу на доходы физических лиц. Поддерживая развитие деловой активности, понимаю, что это основа экономики Владивостока. Но нам нужны предприниматели, которые делают город лучше, жизнь владивостокцев комфортнее и обязательно платят налоги в городской бюджет. Без разрешительной документации объект нельзя на законных основаниях подключить к городской инфраструктуре, электрическим сетям, водопроводу, канализации. Так что предприниматели делают это самовольно. Причем нередко воруют электричество у соседей. К тому же в подобных ларьках нет гарантии качества товара, особенно продовольственного. Отметим, что вопрос ликвидации самовольно установленных объектов находится на особом контроле администрации Владивостока. Катерина Матвеева, Новости на Восьмом. К другим темам. Миллион рублей на развитие получил Владивостокский городской дворец детского творчества. Деньги учреждению дополнительного образования выделены на условиях конкурса. Дворец детского творчества предложил проект под названием «Зажги свою звезду» и создание театрально-концертного комплекса. Чем юные жители Владивостока могут занять себя в новом учебном году, узнавала моя коллега Светлана Садовая. «Слушай, не зевай, все за мной, повторяй». На прослушивание в детскую хоровую студию «Камертон» сыновей Максима и Михаила их мама Марина привела по желанию самих мальчишек. Старший Миша – большой любитель пения, а младший все повторяет за братом. Да и сама Марина в свое время закончила музыкальную школу. «Во-первых, у меня есть интерес у ребенка к музыке. Мы здесь порекомендовали, что хорошая студия, что хорошо занимаются с детьми. У нас сестра еще двоюродная занимается здесь же, поэтому на примере его привели сюда». Хоровая студия «Камертон», ансамбль танца «Улыбка и плесунья», клуб юных моряков «Меридиан», клуб «Юный патриот Родины», флотилия «Варяг», а также множество кружков и секций по декоративно-прикладному и техническому творчеству, туризм и краеведение, школа вожатых. В Центре детского творчества ищут и находят свое призвание тысячи маленьких жителей Владивостока. «Стараемся, видите, мы занимаемся все-таки народным танцем, народные традиции, ведь народным танцем занимаются люди, которые изучали эти традиции, и, видимо, благодаря этим традициям и благодаря этим танцам мы воспитываем таких детей, и таким образом получается у нас семья». Ансамблем «Плесунья» Юлия Горбунова руководит 11 лет, а сам коллектив существует более четверти века. Награды званий у знаменитого ансамбля великое множество. В творческой копилке выступления на знаменитых международных сценах. Сюда приходят в три года и остаются даже после окончания институтов. Начало нового учебного года в Центре детского творчества также начнется с выступления «Плесуньи». В этом году Центр детского творчества получил миллион рублей на развитие. Деньги учреждению выделили на условиях конкурса. Деньги выделяются из бюджета города по распоряжению главы Виталия Веркиенко. Среди критериев конкурсного отбора – создание условий для сохранения здоровья детей, обеспечения качественного образования, эффективное использование современных образовательных технологий, создание условий для оказания бесплатных дополнительных услуг детям. Дворец детского творчества предложил проект под названием «Зажги свою звезду» и создание театрально-концертного комплекса. Для школьников города Владивостока все программы бесплатные. То есть дети с 1 по 11 класс посещают все наши кружки и секции бесплатно. Для дошкольников мы предлагаем платную услугу. Это у нас несколько программ. Основная из них, которая большую часть дошкольников обхватывает – это «Ступенька в будущее». Это не программа по подготовке ребенка к школе. Это программа, которая позволит ребенку попробовать себя в различных видах деятельности. Новый учебный год в Центре детского творчества официально начинается с 15 сентября. Детям нужно дать время акклиматизироваться после летних каникул, считают педагоги. Записаться на любые занятия сегодня можно в Центральном корпусе. Руководители кружков ждут всех желающих. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Прямо сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой. Жители дома номер 18 по улице Шепеткова атаковали блохи. Восьмой канал приглашает стать автором новой передачи «Смотри». Пингвины Гумбольда окончательно освоились в Приморском океанариуме. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра САНОС. Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС – мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Жители дома номер 18 по улице Шепеткова атаковали плохие. Восьмой канал приглашает стать автором новой передачи «Смотри». Пингвины Гумбольда окончательно освоились в Приморском океанариуме. В редакцию Восьмого канала часто обращаются владивостокцы, которые столкнулись с трудной ситуацией. Очередной звонок поступил от жителей дома номер 18 по улице Шепеткова с жалобой на то, что их квартиры атаковали блохи. Отметим, что эти насекомые часто являются переносчиками таких заболеваний, как тиф, чума и сибирская язва. С жильцами дома встретился наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Жители дома 18 по улице Шепеткова в панике. В их квартирах блохи. Мелкие насекомые, по словам жильцов, появляются из подвала. Одна из причин – некачественные ливневки, которые нуждаются в модернизации. У нас вот по этой дорожке, по этому тротуару, вся вода волнами, просто волнами. Мы не можем дверь открывать, потому что там вода подпирает дверь, и когда дверь открывается, вся вода к нам в подвал. И нас просто заели. Это крик, это сос. Заели блохи. По словам жильцов дома, управляющая компания проводила дератизацию, а ее сотрудники утверждают, что сам подвал сухой. Однако получить доступ в него мы не смогли. Дверь на замке, ключа у проживающих в доме нет. А тем временем кровососущие не дают покоя ни жителям, ни домашним животным. Валентина Павловна лишилась любимицы – кошки. Сейчас в ее квартире своеобразный боевой набор – от аэрозолей до специальных трав. Блохи тревожат ее внука, который прикован к постели. Мы просто не знаем, как дальше жить. Вот честное слово. Вот честное слово. Говорю, а просто заели блохи. Я вам сейчас показала. И мы не знаем, куда обращаться, что делать. Но только остается вот к вам за помощью и президенту писать. Больше некому. Ситуация у Тамары Александровны ничем не легче. Под ее окном прямо в подвал сделали отверстие в стене, по словам управляющей компании, для дополнительного прохождения воздуха. К слову, сам дом нуждается в ремонте. Из-за дождей и сырости кирпичи разваливаются буквально на глазах. Под самым окном у меня. Я зимой замерзаю на первом этаже. А у меня там вообще что делается? Я заложила с одной рукой. Заложила сама. Я им звонила в домоуправление. Там это, да, кирпичи принесла и заложила сама. Они даже не приехали, даже замазать вот это вот все. Не знаю, что делать. Жители надеются, что их просьбы будут услышаны. Они неоднократно обращались во все инстанции. Бороться своими силами на полную мощность просто не хватает средств и времени. Отметим, периодически ливневки чистят, но с каждым новым дождем ситуация повторяется. Тем временем число блох в доме не уменьшается, а количество укусов наоборот. С каждым днем все больше. Не лишним будет напомнить тем, кто несет ответственность за дом, что блохи являются переносчиками таких заболеваний, когтив, чума и сибирская язва. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Восьмой канал приглашает стать автором новой передачи «Смотри». Присылайте ваши интересные, яркие и актуальные видео. Присланные работы появятся в эфире передачи «Смотри» и на странице восьмого канала в YouTube. Ваши видео увидят не только во Владивостоке и в Приморье, но и по всему миру. К слову, строгих требований к видео не предъявляется. Главное, чтобы они были актуальными, интересными и запоминающимися. Смотри, снимай и присылай свои работы в редакцию восьмого канала. Это видео поступило к нам в редакцию от жителей дома номер 105 по улице Калинина. Они стали заложниками ремонтных работ, которые ведутся на единственной подъездной дороге к дому. Утром 6 сентября ее перегородил экскаватор. Объездной проезд перекрыт бетонными блоками. На сигналы водителей рулевое экскаватора не реагировал и дорогу не освобождал. Людям пришлось пользоваться дорогой, непригодной для езды, с риском повредить свой автомобиль. Кроме того, дорога возле самого дома номер 105 также, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Огромные ямы, не засыпанные даже щебнем, заполнены дождевой водой. Дорога больше напоминает деревенский тракт, который никто не собирается ремонтировать. В пятницу и субботу, 7 и 8 сентября, жители и гостей Владивостока приглашают на общегородскую продовольственную ярмарку. На ней можно будет приобрести ягоды, мед, овощи, рыбную продукцию, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию, а также многое другое. Ярмарка развернется на центральной площади. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей. График работы ярмарки 7 сентября с 8 до 19 часов, 8 сентября с 9 до 17. В Приморской картинной галерее на выставке художественной фотографии известного московского художника Елены Захцер состоялась встреча, посвященная абстракции фотографии. В ней приняли участие искусствоведы, сотрудники галерей, фотографы и все интересующиеся абстракции в искусстве фотографии. Выяснить, что представляет из себя современная абстрактная фотография на примере работ Елены Захцер попыталась и наша съемочная группа. Это не совсем обычная и привычная фотография. Мир меняется, в нем появляются новые формы выражения. Многие работы воспринимаются листами художественной графики. Елена Захцер использует современные технологии для трансформации привычного. На выставке разные направления, приемы и стилистические решения, в которых работает автор. Представлено более 70 произведений, ретроспектива творчества художницы. Многие из них покоряли международные фотоконкурсы. Елена представила работу свою за 7 лет. Мы отобрали серии, в которых очень хорошо видна эволюция художника от, знаете, такого импрессионизма, экспрессионизма к абстрактной фотографии. И нам кажется, что эта выставка позволяет посетителю вот такой диалог выстроить с самим собой. А что можно считать фотографией? Москвичка Елена Захцер родилась во Владивостоке, но в раннем возрасте ее увезли с Дальнего Востока. Отец был военным. Она закончила в ГИК по классу фото и арт-фото. Живет и работает в Москве. Экспериментирует с обработкой фотографий, работает поверх отпечатанного снимка пастелью, использует различные фактурные материалы, на которые наносится фотоизображение, в том числе и такой непривычный для фотографий материал, как войлок. Привязка ко смыслу сути изображения и передача внутренней составляющей для меня обязательны. Я киноэстетик, поэтому постоянно экспериментирую со способами и средствами как фотографическими, так и технологическими воспроизведениями фактуры. Ее интересует цвет, лаконичность форм. Изображение не имеет привязки к определенному времени или политическому строю, а не о вечном, о красоте, что не мешает им отражать мир, охваченный информационно-техногенными процессами и менять привычное понимание фотографии как таковой. Автор представляет многообразие доступных сегодня печатных материалов, выбор которых определяет как содержание, так и восприятие зафиксированного момента. Нам очень хотелось, чтобы эта выставка на самом деле становилась пространством, в котором идет разговор про разные стили, про разные направления, про разные подходы, творческие манеры и про развлечение. Собственно, что такое сегодняшнее визуальное искусство, что такое сегодняшняя фотография и как в современном пространстве визуальной культуры выглядит художественная фотография. Одним из разделов выставки является уникальный авторский проект трансформации «Читая музыку». Фотоработы доступны для восприятия слепыми и слабовидящими. Это портреты известных дирижеров в окружении нот и музыкальных образов. Евгений Черемухин, Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Впереди выходные, а это значит, что самое время спланировать свой досуг. По традиции, восьмой канал представляет рубрику «Афиша». В нем рассказываем о самых ярких и интересных площадках и мероприятиях Владивостока, которые непременно нужно посетить. Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. На встречу с поэтом из Одессы ЕС Соя приглашает библиотека БУК. Евгений Соя – феномен крайне неоднозначный, до конца не понятый, популярный и немного заоблачный. Он мягко обаятельный и опасен, впрочем, как и все одесситы. Все его стихи о любви, и он этим гордится. Начало в 18.30, вход свободный. Показ «Арт энд фэшн» в русском модном шоу известного дизайнера Алены Миланской состоится в Большом Гуме на территории пространства дизайнер «Стаун Вэл». Это прикосновение к великому русскому искусству через моду. 15 дизайнеров представят одежду и аксессуары к свитшотам с репродукциями русских и приморских художников из фонда в картинной галерее. Начало в 19.00, стоимость билета в 600 рублей. Турнир по пляжному волейболу «Пасифик Волей Оупен 2018» пройдет с 7 по 9 сентября на пляжных кортах по улице Олега Кашевого, 26. Участие в нем примут сильнейшие мужские и женские команды Дальнего Востока. Спортсмены разыграют между собой призовой фонд и специальные подарки лично от мастера спорта России Вячеслава Красильникова. Начало в 18.30, вход свободный. Персональная фотовыставка Дмитрия Старицына «Гонконг. Попытка памяти» открыта в музейно-выставочном комплексе в ГОЭС. В экспозиции представлены две серии пленочных фотографий автора, созданных им во время прохождения стажировки в Университете Гонконга в 2017 году. Дмитрий Старицын – выпускник Восточного института ДВФУ, китаевед, путешественник. В Университете Гонконга изучал современный мировой кинематограф и медиа. Вход на выставку свободный. Театр молодежи приглашает на феерию в двух действиях «Алые паруса» по одноименной повести Александра Грина. Это своеобразный гимн мечте, всеобъемлющей любви и прощению. Начало в 18.30, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. На эстрадный концерт «В ритмах любви» приглашает в Приморская филармония. В программе прозвучат песни Игоря Крутого, Вячеслава Добрынина, Раймонда Пауса, Елены Ваенге и других известных композиторов в исполнении артиста филармонии. Начало в 18.00, стоимость билетов 500 рублей. Седьмой этап РДС Гран-при 2018 состоится на Приморском кольце 8 и 9 сентября. Это главные соревнования страны по дрифту. Именно в дрифте зрители получают самые сильные впечатления, потому что заезды происходят непосредственно перед трибунами. Организаторы собрали лучших пилотов, самые мощные и яркие спортивные автомобили. Начало в 10.30, стоимость билетов от 500 до 2000 рублей. На мастер-класс «Текелажное дело» детей от 8 до 12 лет приглашает Центр мореход в МГУ имени адмирала Геннадия Невельского. Программа познакомит с первыми навыками морского дела. Ребят научат вязать морские узлы и собирать автомат Калашникова. Начало в 10.00, стоимость участия – 250 рублей. Открытая тренировка по бегу состоится в спорткомплексе «Молодежный». Начало в 10.00, вход свободный. Всероссийский фестиваль красок состоится в парке Минного городка. На сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы Владивостока, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из хитов последних лет. Будут открыты отдельные зоны развлечений на любой вкус, где можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть. А вечером с наступлением темноты гостей ждет зрелищное шоу – запуск водных фонариков. Начало в 14.00, вход свободный. На моноспектакль «Таджик» в первую гимназию приглашает театр Андрея Нартова. Зрителей ждет откровенный разговор о судьбе и жизни главного героя постановки. Начало в 18.30, стоимость билетов – 400 рублей. Группа «Иванушки Интернешнл» выступит на сцене «Сан Рэма Холл». Артисты исполнят не только новые песни, но и любимые хиты поклонников. Начало в 19.00, стоимость билетов – от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. «Иллюзион Парк» приглашает гостей на празднование второго дня рождения. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, конкурсы, призы и подарки. Начало в 13.00, вход свободный. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока. Кстати, еще одна площадка для приятного и одновременно полезного досуга – это Приморский океанариум. Здесь окончательно освоились пингвины Гумбольта. Они уже демонстрируют яркое взрослое оперение, а также отменное здоровье. А наблюдение за ними – большая радость для посетителей. Три самца и три самочки еще в феврале этого года пополнили экспозицию «Полярный мир». Птицы прибыли из чешского питомника, поставляющего животных в крупнейшие зоопарки и океанариумы мира. Пингвины Гумбольта – особо охраняемый вид, их перемещение тщательно отслеживается, даже если птицы, как в этом случае, были выведены в неволе. Перед тем, как привезти птенцов в Приморье, орнитологи Приморского океанариума выезжали в Чехию для общения с будущими подопечными, чтобы пингвины к ним привыкли и стресс от переезда был минимальным. После приезда из Чехии пингвины заметно прибавили в весе и уже успели полинять. Сменив детское оперение на яркое взрослое. Основную часть времени птицы проводят в воде, спят тоже в бассейне. Температура воды выдерживается в пределах 9-11 градусов тепла, воздуха – плюс 13, плюс 16. Это самый распространенный вид для всех океанариумов, потому что они не нуждаются в низких ультрахолодных температурах, например, как другие пингвины. Они живут на побережье Южной Америки. При средней годовой температуре 14, 13, 12 градусов вблизи с холодного течения мы придерживаем примерно такие же условия. То есть вода около 10-11 градусов, температура воздуха 14 градусов, их легко содержать. И этих пингвинов осталось примерно 12 тысяч пар. Они краснокнижные. Также отметим, что пингвинов ничуть не смущает присутствие людей за стеклом. Напротив, они с удовольствием общаются с гостями океанариума, что доставляет особенную радость маленьким посетителям. Далее о спорте. Заплыв «Дружба» во Владивостоке перенесут на конец сентября. Первоначальные планы изменились из-за особого режима безопасности во время ВЭФ. Стартовала первая гонка СКФ «Дальневосточные регаты учебных парусников-2018» из Йосу во Владивосток. Ну а все подробности расскажет Дмитрий Беломеснов. Заплыв «Дружба», проводимый во Владивостоке Федерации подводного спорта Приморского края, в этом году перенесут на 29 сентября. Ранее организаторы планировали массовое спортивное мероприятие на ближайшую субботу, 8 числа. Но в эти дни в районе нескольких бухт Русского острова будет закрыто судоходство в связи с приближающимся Восточным экономическим форумом. ИГИМС не сможет предоставить пловцам необходимое сопровождение. По словам организаторов, участвовать в заплыве вокруг мыса Басаргина уже готовы около 50 человек, но заявки от желающих продолжают принимать до 25 сентября. Заплыв будет проходить от пляжа Бухты Соболь до пляжа Бухты Патрокол. Предусмотрены три дистанции – 2, 3 и 5 километров. Каждый участник вправе выбрать себе дистанцию по силам. Данстарт первой гонки в рамках Дальневосточной регаты учебных парусников 2018. Участникам предстоит преодолеть около 600 морских миль из корейского Йосу до Владивостока. По пути парусники соревнуются каждый в своем классе. Также будет определенный победитель в абсолютном зачете. Причем первое место далеко не всегда занимает самое быстрое судно. При распределении мест оценивается не только мореходное качество судов, но и грамотность работы экипажей. Ожидается, что суда прибудут во Владивосток не позднее 9 сентября. В российском порту участников ждет вторая зачетная гонка, а также обширная культурная программа и спортивные мероприятия. Дальневосточная регата учебных парусников 2018 – первое в истории Дальнего Востока России соревнование больших учебных парусников международного уровня. Прибытие судов во Владивосток приурочено к 4-му Восточному экономическому форуму. Соревнования продлятся до 14 сентября. В нем участвуют парусные суда из России, Японии, КНР, Республики Корея и других стран. Дмитрий Беломеснов, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Планируемый уход аэрофлота с Дальнего Востока будет обсуждаться в Приморье. Напомним, компания собирается отдать большую часть рейсов по фиксированным тарифам на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь своей дочке – авиакомпании «Россия». Около трех сотен судов Ишхун КНДР и Республики Корея, которые вместе укрывались у берегов Приморья от тайфуна Джеби, начали покидать пограничное пространство Российской Федерации. Напомним, в конце августа во время прохождения тайфуна Саулик у берегов Приморья были спасены около 70 иностранных рыбаков, попавших в шторм. В городе Артеме полицейские остановили автомобиль, при осмотре которого в багажнике была обнаружена шкура амурского тигра. Экологический ущерб, причиненный государству в результате убийства краснокнижного животного, превысил 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело. В Приморской столице продолжается борьба с незаконными торговыми объектами. Всю неделю специалисты администрации города работали на Русском острове. Были демонтированы незаконные объекты в бухте Охлёстышево и бухте Парис. Жители дома номер 18 по улице Шепетково атаковали блохи. Отметим, что эти насекомые часто являются переносчиками таких заболеваний, как тиф, чума и сибирская язва. В Приморской картинной галерее на выставке художественной фотографии известного московского художника Елены Захцер состоялась встреча, посвященная абстракции фотографии. В ней приняли участие искусствоведы, сотрудники галереи, фотографы и все интересующиеся абстракции в искусстве фотографии. А на сегодня это все. Есть что добавить. Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете и все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал Владивосток в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное. Владивосток. В Приморской столице ожидают прибытия высоких гостей. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. На форум приедут представители из 59 государств. На веб ждут глав КНР и Монголии, премьеров Японии и Южной Кореи. А планы по развитию Дальнего Востока озвучит на форуме президент России Владимир Путин. Тем временем в Москве презентовали автомобили, предназначенные для первых лиц государства. Седан и лимузин российского бренда Aorus. Внешний вид лимузина напоминает советский ЗИС-110, который начали выпускать в 1945 году для политической верхушки того времени. С начала следующего года модельный ряд Aorus поступит в свободную продажу. Предварительная стоимость 10 миллионов рублей. Презентацию новых элитных авто смотрим вместе, прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...